альфред грибер авторский курс уроки практического иврита урок номер 26 кто что видит урок ведет альфред грибер в уроке номер 25 были упомянуты глаголы роя и их инфинитив лир от со значениями видеть в смысле воспринимать зрением смотреть смысле быть зрителем инфинитив лир от встречался в следующих предложениях тов лир от отха хорошо увидеть тебя мужской рот тов лир от отха они самые лир от отах я рад видеть тебя женский рот они самые лир от отах гамани самая лир от отха я тоже рад видеть тебя и я рад видеть тебя мужской рот гамани самая лир от отха камана им лир от отха как приятно видеть тебя камана им лир от отха Глагол «руэ» является глаголом настоящего времени мужского рода единственного числа. Он встречался в следующем предложении. «Эт ми анируэ» – «Кого я вижу?» – «Мужской род». «Эт ми анируэ» – «Вот еще несколько примеров». «У лё роэ клум» – «Он не видит ничего». «У лё роэ клум» – «У лё роэ клум». Слово «клум» имеет значение «ничего», «ничто». «Клум» – «У лё роэ клум». «Ата роэ» – «Эта баэта катаназэ» – «Ты видишь, мужской род, этот маленький дом». «Ата роэ» – «Эта баэта катаназэ». Прилагательное мужского рода единственного числа «катан» имеет значение «маленький», «малый», «молодой», «младший», «по возрасту». «Катан». «Ата роэ» – «Эта баэта катаназэ». Глагол «руа» является глаголом настоящего времени, женского рода единственного числа. «Он встречался в следующем предложении». «Сов-сов, анируаотах». «Наконец-то я вижу, женский род, тебя, женский род». «Сов-сов, анируаотах». Вот еще несколько примеров. «Лама атроаэтзэ шув». «Зачем ты смотришь женский род?» – «эта снова». «Лама атроаэтзэ шув». Слово «шув» имеет значение «опять», «снова». Еще раз «шув». «Лама атроаэтзэ шув». «Ги-руаэтэ матораа». «Ги-руаэтэ матораа». «Ги-руаэтэ матораа». Существительное женского рода единственного числа «матораа» имеет значение «цель», «мишэнь», «матораа». «Ги-руаэтга матораа». Глагол «настоящего времени мужского рода множественного числа» имеет форму «раим». Например, «Анахну раим ото ким ад кольём». Мы видим его почти каждый день. «Анахну раим ото ким ад кольём». Слово «ким ад» имеет значение «почти», «почти что». «Ким ад». Существительное мужского рода единственного числа «м» имеет значение «день», как сутки, как промежуток времени. «Ём». «Они видят ужасную опасность». «Эм-руаим сакана нораид». Существительное женского рода единственного числа «сакана» имеет значение «опасность», «угроза». «Сакана». Глагол «настоящего времени женского рода множественного числа» имеет форму «роот». Например, «Анахну раот эцим еруким». Мы видим «зелёные деревья». «Анахну раот эцим еруким». Существительное мужского рода единственного числа «эц» имеет значение «дерево», «древесина», как ткань древесных растений. «Эц». Прилагательное мужского рода единственного числа «ярок» имеет значение «зелёный», как цвет, как недозрелый плод, как неопытный по молодости. «Ярок». «Анахну раот эцим еруким». «Ров ацепорим раот рак бемешихаем». Большинство птиц видят только на протяжении дня. «Ров ацепорим раот рак бемешихаем». Слово «ров» имеет значение «большинство», «большая часть», «множество», в смысле «большое количество». «Ров». Существительное женского рода единственного числа «цепор» имеет значение «птица», «цепор». Существительное мужского рода единственного числа «меших» имеет значение «протяженность» или «протяжение», когда речь идет о времени. Продолжительность «меших». «Ров ацепорим раот рак бемешихаем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова